Всем привет! Прямо накануне съемки Андрей травмировал свою рабочую левую руку. И мы подумали, что баттл между Андреем и Ваней стоит перенести. Но рецепты мужчинами уже подобраны, продукты куплены, поэтому поединку быть. Мама и сын. По условиям баттла мы работаем с мясом. И я готовлю свиной окорок. А я выбрал брюшко мраморного бычка. Даже не знаю, что из этого получится. Смогу ли я противостоять любимому сыну? Начинаем с рецепта сладкой свинины от Гордона Рамзи, который заранее подобрал Андрей, лишь немного его изменив. Для запекания мяса крупным куском лучше всего подходит окорок. Самая мясистая часть туши. 3,5 килограмма мяса скручиваем в рулет с помощью бечевки. Мясо будем варить 2 часа с морковкой, пореем и репчатым луком. Если бы я готовилась заранее к этому рецепту, то обязательно докупила бы зеленый сельдерей. Он придает потрясающий аромат мясному бульону. Помните, мы готовили канадские блюда? Именно тогда мы это прочувствовали. Еще нам потребуется лавровый лист, 3 палочки корицы, 1 столовая ложка душистого перца и столовая ложка смеси перцев. Все перцы дробим в ступке. Для активного Андрея полное безучастие как наказание, поэтому он присоединяется к делу и толчет перец. Добавляем все специи и пряности в кастрюлю, заливаем водой, солим и варим все 2 часа после закипания на среднем огне. После этого вареный рулет выкладываем на салфетки, промокаем влагу, разрезаем и убираем нитки. Далее делаем ромбовидные надрезы глубиной в полсантиметра на лицевой стороне куска. Перекладываем мясо в емкость, берем гвоздику и шпигуем ею мясо. Немного ранее мы сварили соус. Для него нам потребовалось 100 грамм сахара, 3 столовые ложки меда, 100 миллилитров белого сухого вина и 2 столовые ложки соевого соуса. Пока я готовила на кухне, Ваня решил помочь маме и нарубил дрова. Кстати, именно вы в комментариях обратили наше внимание на топор-колон. Им действительно намного проще работать. Андрей кладет в печь 2 кирпича, дрова и разжигает огонь. Тем временем поливаем мясо соусом и равномерно распределяем его кисточкой. Отправляем рулет в печь на 50 минут. Смазываем его еще раз соусом и отправляем на 10 минут в печь. Для свинины самая безопасная внутренняя температура мяса считается 71 градус. Только такая полная прожарка влияет на вкусовые свойства, поэтому лучше остановиться на отметке 66. Давайте посмотрим, что делает Ваня. Готовить я буду брискетт на гриле. Это очень популярное американское блюдо. Для начала берем щепу, пересыпаем ее в сотейник и заливаем водой. Оставляем замачиваться хотя бы на час. Переходим к нашему куску мяса. С него срезаем лишний слой жира. Хорошенько все это солим и втираем в мясо. В миску отправляем черный перец, паприку, сухой чеснок, сушеный базилик, молотый кориандр, а также тимьян. Теперь берем горчицу и всю пачку выдавливаем в специи. Перемешиваем до получения вот такого густого маринада. Перекладываем его на кусок нашей говядины и втираем. Готово! Готовить мы все это будем, конечно же, на гриле. Поэтому берем чашу для розжига. Наполняем ее углями. Поджигаем горелку и снизу чаши разжигаем угли. Готово! Пересыпаем угли в гриль. Стягиваем их все в одну сторону. Закрываем отсек. Переносим кусок мяса на противень из фольги. И все это уже на гриль. Но так, чтобы под мясом не было углей. В железную емкость наливаем воду. И ставим ее тоже в гриль. Вода будет испаряться. Температура не поднимется больше 100 градусов. Также берем наши замоченные щепки. И часть раскидываем на угли. В брискет вставляем щуп термометра. И накрываем крышкой. Теперь брискет будет медленно коптиться на протяжении 6 часов. Каждый час мы открывали гриль. Сверху на мясо выдавливали барбекю соус. И размазывали его. А также подкидывали новую порцию щепы. Спустя 6 часов внутри мяса 60 градусов. Но это еще не все. На досточке расстилаем пару листов фольги. И пергамента. Сверху выкладываем кусок мяса. Заматываем его. И опять на гриль. Теперь нужно, чтобы внутри была температура 90 градусов. Спустя 2 часа наш брискет наконец-то готов. Раскрываем. Достаем его. И переносим на досточку. Оригинальный брискет должен трястись как желе. У нас все получилось. Через 30 минут отдохнувшее мясо представляем нашим судьям. Как думаете, что же победит? Красивый глянцевый окорок? Или все же ароматный брискет? Давайте его разрежем. Просто посмотрите, какой же он сочный. Нарезаем пластинками, чтобы нашим судьям было все это удобно пробовать. Смотрю на красивенный окорок и понимаю, что у меня есть все шансы на победу. Давайте скорее разрежем мясо и приступим к голосованию. Ну что, поехали? Пока судьи пробуют, мы забываем дышать в ожидании вердикта. 1-0. Ванину пользу. Интересно-интересно, что же выберет Стася? Пока ничья. 1-1. А они оба очень классные, но я не знаю, объективно. Выбирай вот эту. Дольше всех делает выбор дочура. Просто. О, нет, смотри. Снова ничья. 2-2. Странное чувство у меня появилось, как для любящей матери. Утром даже не думала, что захочу победить у сына в этой кулинарной схватке. А сейчас прям такая жажда победы. Лиза, не подведи. Все, тишина. Все-таки придержим интригу и покажем результат попозже. А сейчас свой выбор сделает Ева. Кошка не пробовь, выбирает мясо подороже. Как думаете, выиграл Ваня или все же ничья? Открываем карты. 4-2. Когда агония поражения утихла, пришло осознание, что дети – это лучшая версия тебя. Как же это все-таки здорово. Так почему же я все-таки проиграла? Ведь согласитесь, окорок на вид получился более привлекательным. И абсолютно всех впечатлила сладковатая корочка у рулета. Но, по мнению ребят, более сочным, более мягким и поэтому более вкусным получился именно Брискет. Это и стало решающим фактором в победе Вани. В общем, красота должна исходить изнутри. Пишите в комментариях, какие у вас впечатления от этого спонтанного баттла. А если вам ролик зашел, тогда делитесь им в своих соцсетях. Это здорово нас поддержит и вдохновит на новые идеи. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!